Ну а пока жильцы аварийных домов в столице региона пытаются защитить свои права, другие обивают пороги мэрии, защищая свои дворовые территории. Проектируемый дом с недорогими по меркам региона квадратными метрами стал яблоком раздора между муниципалами и застройщиком и горожанами. Юлия Майданова вникала в суть спора. Жители домов по улице Суворова пришли в мэрию на общественные слушания по очередному спорному вопросу относительно строительства жилого дома в их дворе. С компанией «Армстрой» активисты воюют с начала этого года. В деле даже разбирается суд. По мнению людей, дом никак не вписывается в отведенное под строительство место. Не устраивает людей и то, как запланировали разместить детскую площадку. Сначала ее хотели сделать в одном месте, потом в другом. Это и собирались обсудить на слушаниях, но застройщик снял вопрос с повестки. В адрес департамента градостроительства мэрии города поступило обращение ОО «Армстрой» с просьбой снять с исполнения заявления. На основании изложенного будет принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Все, доклад окончен. Когда начали вбивать сваи, жильцы домов по улице Суворова сразу стали возмущаться. Если здесь появится здание, то детский садик окажется в тени. А жителям дома не на что будет смотреть из окон. К тому же, как проедет между строениями пожарная машина. У меня не столько претензий к застройщику, потому что с ним понятно. Он бизнесмен, но специалисты нашей мэрии, которые сидят в управлении территорией градостроительства мэрии, они не имеют права ошибаться и не имеют права нарушать технические регламенты, нормы технических регламентов. Для них это должно быть как очень наш. Активисты провели свое расследование, запросили в мэрии копию экспертизы строительного проекта и даже дозвонились до экспертов, которые поставили на документах подписи. Оказалось, что это специалисты из Краснодара. Когда мы ей задали вопрос о том, что какие-то такие странные отступления от нормы и так далее, она сначала зато сужала, а потом сказала, да я для Архангельска ничего и не делала. Однако и в мэрии, и у застройщика сейчас фигурируют уже другие документы, подтверждающие законность работ. И суд согласился с их позицией. Строительство дома продолжается. Однако у жильцов еще немало претензий. Они переживают за судьбу лиственничной аллеи. Рядом с ней застройщик планирует организовать парковку. Они говорят, что они не будут вырубать, но они, в общем-то, заасфальтируют вот это все поле впритык к деревьям. Если деревья, ну как будет пища деревьям подходить? Они говорят, мы деревья не тронем. Но если они пока будут копать, асфальтировать, и деревья подпитываться уже перестанут, им нет, куда будет кушать. Лиственничная аллея не пострадает, утверждает компания-застройщик. Мы не касаемся лиственниц этих абсолютно. И отступаем от них на безопасное для корневой системы расстояние. Я жил в этом районе и люблю эту лиственничную аллею не меньше, чем жители сегодняшнего квартала. Я помню прекрасно Белок, которые там бегали. Я там гулял с маленьким ребенком и был одним из инициаторов благоустройства этой аллеи. Вернемся к детской площадке. Сначала застройщик запланировал разместить ее на этом месте. Люди возмутились. Рядом проходит теплотрасса, линия электропередач и стоят мусорные баки. Мусорные баки здесь рядом. Если здесь построят площадку, то это, конечно, будет не самое лучшее место для детей здесь играть. Застройщик решил перенести площадку во двор соседнего дома и сделать здесь еще и спортивные объекты. Но этот проект оказался дороже. К тому же его пришлось бы согласовывать с собственниками дома номер 9, корпус 1. В компании «Армстрой» пояснили, решили вернуться к первому варианту, потому и отменили общественное слушание. Сейчас все-таки дождемся ответов от всех владельцев сетей. В случае, если все они будут положительными, то площадка останется на том месте, на котором она была согласована изначально. В случае же, если кто-то из владельцев сетей напишет нам отказ, то мы тогда будем предлагать другие варианты. Вариантов несколько. Если застройщику не удастся мирно договориться с жителями и строительство по каким-то причинам приостановят, то в этом конфликте появится еще одна сторона – дольщики, которые каждый месяц выплачивают ипотечные кредиты. Юлия Майданова, Александр Кузнецов, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...